Меня зовут Зайцева Алина и я прошла курс Станислава, по ходу которого выполнила два проекта и хочу представить вам мою дипломную работу. Первая это квартира с панорамным остеклением в современном стиле. Изначально идея выстраивалась по одному, затем по ходу обучения по другому. Но план расстановки мебели не поменялся, так как в начале обучения дается сразу сильная планировочная теория. А вот дизайн по сравнению с первыми рендерами поменялся значительно. Проект рос со мной от блока к блоку и наполнился полученными мной знаниями. Создавая проект, я просила показывать не только интерьерные картинки, но и те, что отзываются в душе, будь то пейзажи или абстракции. В общем, квартира выполнена для молодой женщины, воспитавшей двоих детей и работающей медиком в педиатрии. Посредством анализа ТЗ и референцев квартира получилась в голубо-лавандовой дымке с классическими этническими деталями, растворяющимися в среде. Первый кадр показывает нам симметрию, открывающуюся из гостиной, проходящую через столовую и выходящую на кухню. На втором кадре мы видим расположение от окна с видом на прихожую, коридор и маленький уголок, который нам открывается, ведущий к частным апартаментам. Здесь изображен кадр при входе. У нас здесь стеклянная перегородка использована, стеклянные двери, чтобы впустить немного света, расширить пространство и скрыть намек на то, что там находится прихожая зона. Также у нас сделана небольшая перегородка, чтобы можно было поставить стул, присесть, посмотреться в зеркало, но тем не менее мы отделяем, но не полностью разделяем квартиру. Здесь у нас центральный симметричный вид на каминную зону, два стеллажа для книг, два кресла, мягкая зона и необычное зеркало, привлекающее внимание своей асимметрии. И также два кадра, представляющие пример освещения, когда свет горит лишней с прихожей и когда свет полностью заливает всю зону на кухне, в столовой и в гостиной. Спальня получилась самым ярким по палитре пространством. Кровать находится по центру, окруженная панорамными видами на город. При этом учтен многослойный текстиль с возможностью закрыться от мира. А за изголовьем находится большой дверной портал с витражом, ведущий в главную ванну и гардеробную комнаты. Здесь также представлено три вида освещения. Подвесы, закарнизная подсветка и подвесы и закарнизная подсветка. Ванная комната получилась в более этническом настроении, с использованием стеклянных и деревянных элементов. Сама ванна расположилась у окна на подиуме, чтобы можно было релаксировать и созерцать рассветно-закатные или ночные виды. Также на подиуме за стеклянными перегородками прячется душ и маникюрная зона, а по левую сторону пространства находится вместительная гардеробная и постирочная. Здесь у нас также представлены варианты освещения, когда у нас подчеркивается деревянный салэп, подсветка зеркала, подвесы. Здесь у нас подключается свет в гардеробной и постирочный и локальный свет в гардеробной. В интерьере также предусмотрена гостевая, спальная комната с макияжным столиком и вместительным шкафом. Для гостей учтена возможность прочтения книг. Для этого в мягкой изголовье встроены бра. Интерьер квартиры получился функциональным и отражающим настроение хозяйки. Работать над проектом мне понравилось. Это был первый объект, который я взяла на курсе. И каждую тему я проходила с ним. Будь то планировка, быстрый дизайн, изучение деталей, каких-нибудь рендеров. Все устроилось на этом объекте. Заказчик остался доволен. Это моя мама. Она была моим виртуальным клиентом. Ей квартира очень понравилась и она бы хотела обязательно ее реализовать в будущем.